Наркомания – общая проблема, поэтому традиционно на итоговой коллегии наркополицейских можно встретить представителей МВД, Следственного комитета, прокуратуры, миграционной службы, ведомств, которые наиболее активно борются с наркопреступлениями. В минувшем году выявлено и пресечено 715 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, изъято 12,5 килограммов героина, 32,5 килограмма марихуаны, более 10 килограммов гашиша, выявлено и ликвидировано 19 наркопритонов. Общая структура наркорынка области в процентах от общего веса изъятия выглядит следующим образом. Героин – 17%, марихуана – 46%, маковая солома – 18%, гашиш – 10%, психотропные вещества – 6%, иные наркотические средства и сильнодействующие вещества – 3%. Основные проблемы, с которыми сталкивается служба год от года, одни и те же – рост кустарного производства наркотиков, нейтральное отношение к опьяняющим зельям у молодого поколения и новые методы распространения, вызывающих привыкание препаратов. Государство пытается определить, отнести тот или иной препарат запрещенным, появляется новый, и эта цепочка бесконечная. Поэтому, конечно, требуется изменение законодательства, такие, чтобы исполнительные органы государственной власти, прежде всего наркополиции, имели возможности, проводя химический анализ препаратов, запрещать их независимо от названия. Виктор Бакулин отметил положительный эффект совместной работы силовых служб, рейды и акций по борьбе с наркоманией. В этом году предстоит укрепить контакты только с ГИБДД, пока наладить продуктивную работу не получается. Всего за 13-й год к административной ответственности органам ГИБДД были включены 2525 водителей, и санабрали такие данные за управление автотранспроцессом в состоянии алкогольного опьянения. И всего 25 человек были включены за управление транспроцесса в состоянии наркотического опьянения. Я думаю, что, наверное, это не тот результат. Речь на коллегии зашла и о покупке оборудования для моментального определения состояния наркотического опьянения. Такого в области пока нет. Возможно, именно с этим и связаны сложности для сотрудников ГИБДД. Поймав подозрительного водителя, его везут в лабораторию. Проходит время, и зачастую результат уже отрицательный. Представители власти, присутствовавшие на заседании, обещали поискать средства на покупку полезных приборов. Всего в регионе зарегистрировано 2070 человек с диагнозом наркомания. Еще 1224 человека стоят на профилактическом учете. Сотрудники наркополиции считают, что реальные цифры в разы больше.